Как попало в IT? Однажды я зашла на один из порталов, которые, собственно, занимаются предоставлением работы, и увидела вакансию Wargaming. Это было, конечно, очень далеко и очень непонятно для меня. Абсолютно новый опыт, новая индустрия. Ну, я решила попробовать. Это была входная как раз очень специальность, джуниор пиар-менеджер. Учитывая, что у меня уже был годовалый опыт работы как раз в пиаре, я подумала, что ну, почему бы и нет. Таким образом, я прошла два собеседования и присоединилась к команде пиар в СНГ. Чем запомнился Wargaming? В принципе, я начинала с пиар-менеджера, прошла путь через бездев и вернулась опять в пиар бездев продуктовую команду World of Tanks Blitz. За это время, это порядка трех лет, трех месяцев, где-то так, я участвовала в проектах, связанных с презентацией, например, танколета первого. Ну, то есть, это такой инфоповод, который, наверное, каждый пиарщик мечтает получить свою копилку. Очень запомнился мне также проект по брендированию болида. Это машина, которая участвовала в гонках 24 часа Лиман. Тоже мы ее затягивали в танковый винил, и очень яркий проект был. Что было после? После Wargaming я перешла работать в группу компаний Виктора Прокопения. Я работала в Capital.com, в Currency.com и с пиар-компаниями Banubu. Интересно было, потому что все три компании – это стартапы технологические. Благоприятная ли в Беларуси среда для стартапов? Благоприятная среда для развития стартапа должна быть сформирована в голове у фаундера, в первую очередь. Если человек ходит и говорит, что у нас плохо, у нас не те инвесторы, у нас не та инвестиционная среда, не та страна, то, скорее всего, не то у него что-то в голове. Потому что я вижу абсолютно разных ребят, сейчас я являюсь отчасти маркетинга-эдвайзером для стартапов, я работаю с абсолютно разными фаундерами, и вот есть люди, у которых реально вообще нет преград в голове, вообще нет. Маркетологи, ниша и касту айтишников. Мне всегда забавно такое слышать, потому что, да, можно сколько угодно говорить, что если продукт классный, он продаст себя сам, но продаст он себя сам ста человеком или ста миллионам человеком, человеком, людям, это, ну, большая разница. Поэтому маркетолог, конечно же, всегда важен. Постоянный анализ рынка проводить, постоянный анализ конкурентов, да, ведь анализ конкурентов, он же входит в маркетинговую стратегию, а не в разработку. Ну, не зная то, что делают люди вокруг тебя, как можно пилить продукт, ну, на основании чего, каких данных, каких вводных. Тренды рынка, опять же, маркетинговая задача. Монетизация, отчасти маркетинговая задача. Понять, да, какую цену выставить за игру, за продукт, за сервис. Подписка эта должна быть, единоразовый платеж. Как это оценит технический человек. Как реагировать на несправедливую критику? У меня есть суперсила. Я ругаюсь матом. Поэтому очень помогает сначала ничего не говорить, да, даже если тебе кажется, как ты сказал, несправедливым, несправедливым или к тебе не относящимся, я могу пойти, поматериться, эти эмоции выплеснуть, а потом уже, ну, с более холодной головой, да, подойти к решению вопроса и обсуждению конфликтной ситуации. Сталкивалась ли с гендерными стереотипами? Ну, говорили что-то типа, там, ты вообще такая, типа, красотка, не суши свои мозги и все такое. Ну, могли такое сказать. Ну, я понимаю, что это же не во мне проблема, это проблема в стереотипе в голове человека. Сложно ли женщинам в сфере IT? Девушки, которые росли в 90-х и слышали о том, что экономисты, бухгалтеры и, там, я не знаю, лингвисты для них самые подходящие специальности, им боязно сейчас очень переходить в IT, изучать языки программирования или еще что-то, да, им с детства вкладывались в головы идеи о том, что, да, ты ж чистый гуманитарий, или, ой, не суши мозги, зачем тебе это надо, да, и что мы имели. Мы имели МГЛУ, да, лингвистический университет, в котором, там, 95% девушек было из серии, и мы имели ГУИР, в котором 95% было парней. Сейчас, слава богу, все это уже меняется. Ну, разнообразий же профессий огромное количество, и что понять, как понять, что делает, там, тестировщик, да, или как понять, что делает UI, там, дизайнер, или, там, я не знаю, фронтендер, да, для человека, который в IT не работает, вообще непонятно. Ну, то есть что-то, какая-то мифическая непонятная единорожья профессия, которая вообще непонятно, что все включает. Ну, я решила, что это будет, наверное, полезной информацией, если я буду делиться с девушками о тех или иных профессиях, новостями о стартапах технологических, и таким вот стать условно носителем информации. В процессе мы познакомились еще с людьми, которые поддерживают эту идею, и таким образом у нас вот организовалось три человека. Я, Валентина Чеканна, и Дарья Лыгоч, мы втроем составляем условный оргкомитет ВИТ и БАЙ. Что подталкивает учениц ВИТа? Эти сферу Эти. Деньги, конечно, мотивируют, но что меня очень радует, девушек мотивирует в первую очередь желание работать с единомышленниками и с людьми из своего круга. То есть это примерно одинаковый возраст, примерно одинаковые ценности. Кто такой айтишник? Я думаю, что айтишник, это может, конечно, со мной не согласятся разработчики, которые посмотрят это видео, но пускай напишут свой ответ в комментариях. Для меня айтишник – это любой сотрудник, связанный с работой в компании, в техиндустрии. Айтишником может стать каждый. Да. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...